100 тысяч погибших, фактически российских солдат в этой страшной кровопролитной войне. И вот, согласись, первое впечатление, конечно же, война это жертва. Мы знаем, как героически действуют украинские вооруженные силы. Но, оказывается, в армии Российской Федерации происходят такие вещи, о которых даже говорить как-то страшно в контексте того, что это не имеет никакого отношения к воинской чести и так далее. И к званию так называемой Второй армии мира. Да, то есть оккупанты гибли не только в боях. Как это связано с дружественным огнем и что вообще такое дружественный огонь? Об этом далее в нашем сюжете. Больше 100 тысяч убитых расистов. По данным Генштаба ВСУ, РФ в захватнической войне против Украины уже потеряла больше 100 тысяч своих солдат. В вооруженных силах России имеются очень большие потери. Безмерное количество солдат отправляют фактически на верную смерть ради идей одного человека. Так в СМИ появилась информация, от кого и чего еще, кроме ВСУ, гибнут россияне на войне. Так, за время полномасштабного вторжения в Украину российские военные погибали не только в боях, но и несли небоевые потери. Об этом идет речь в расследовании издания «Важные истории». За 10 месяцев полномасштабного вторжения в Украину российские военные гибли не только в боях с украинцами, но и от «Friendly Fire» огня по своим. Такие потери несут все рода войск российской армии в Украине. Враг несет потери от так называемого «дружеского огня». Это следствие низкой подготовки танковых и артиллерийских экипажей, а также отсутствие взаимодействия и связи между подразделениями. О том, что россияне гибнут от дружественного огня, сообщил не только генштаб ВСУ, но и признавали террористы с так называемой ДНР, воюющие на стороне России. После Мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже назвал цифру 60%. Выполняем задачу, как вдруг из тыла на головы начали сыпаться мины. Кто? Откуда? Поднимаем коптер, находим минометную батарею, мчимся туда. Кто такие парни? Минбат такого-то полка из России. Почему по нам лупите? Мы не по вам, мы по точке на карте. Нам задачу нарисовали, мы ее выполняем. Так вас же никто не корректирует, стреляйте по карте по старинке. Ну вот так. Мы потом от них не отходили, сами корректировали, загрузили им в спортфонные программы, научили пользоваться и такого столько было. Важные истории пишут, что о том, как свои расстреливали своих же, передавали родственникам с фронта и мобилизованные россияне. При этом Российское министерство обороны скрывает данные о таких потерях. В российской армии к солдату относятся как к обычному инструменту, как к мясу, которое можно послать, отправить на фронт, несмотря на то, что с ним произойдет. Ведомство перестало публиковать статистику об умерших от всех причин. Последние официальные данные о количестве смертей в российской армии, известны за 2015 год. Тогда статистика смертей всплыла в документах госзакупки на страхование военных. Они показывают, что в российской армии это случалось чаще, чем, например, в американской и британской. В расследовании утверждается, что халатность командования, низкое качество военной подготовки истощает российские войска еще до отправки на фронт. Но одной из самых распространенных причин гибели оккупантов называется неосторожное обращение с оружием. Вот эти проблемы, ну то есть кровь, смерть и убийство на территории России начались сразу после того, как этим людям выдали оружие. То есть до этого массовых, ну было принцип зафиксирована гибель мобилизованных. Но как только выдали оружие, это начало массовое явление. В изученных изданием приговорах гарнизонных военных судов повторяется примерно один и тот же сюжет. Военный забыл поставить оружие на предохранитель и случайно или ради шутки выстрелил в сослуживца. И часто к такой гибели захватчиков приводит пьянство в армии. Употребление военнослужащими алкоголя во время службы это главная причина происшествий в вооруженных силах, таких как травмы, конфликты, убийства, по крайней мере, в мирное время на территории вне зоны боевых действий. Военные эксперты Конфликт Интеллидженс Тим. Злоупотреблять спиртным мобилизованные, как правило, начинают еще на учениях. К нам начали привозить мобилизованных мужчин на учения. И началось, мягко сказать, какое-то кошмарное кино. Эти люди, даже не знаю, откуда их привезли, они просто сметают со всех прилавков все бутылки водки. У этих мужчин нет ни режима, ни правил, ни уставов. Некоторых любителей спиртного, таким повезло больше, успевали завернуть домой еще до отправки на фронт. В Чите, в Забайкаловском крае, некоторых мобилизованных начали отправлять домой. И причина, она прекрасна. За пьянство. Прекрасный путь для всех российских солдат, которые не хотят умирать. А еще к гибели оккупантов приводит халатность командиров, неумение пользоваться военной техникой и бытовые конфликты. На количество таких потерь также влияет низкий уровень компетенции командного состава и низкий уровень профессиональной подготовки российских военнослужащих, считают аналитики. И такие потери еще будут и будут. Акцент ставится на человеке в вооруженных силах Украины. А в России упор ставится на системе. Многие российские солдаты погибают из-за плохой одежды, из-за беззащитности, из-за того, что их фактически отправляют под пушки. Но на сотни тысяч убитых расистов украинские военные не остановятся и обещают и дальше уничтожать оккупантов до последнего плохого русского солдата.